Музыка 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 Приветтос, амигос! Снова вы, снова я и даже не знаю, надо ли констатировать, что это хардлайн лишний раз. Значит, коротенечко посмотрим, что было в прошлой серии. Все, что вам потребуется знать здесь, капитан. Да, все мы помним, что Мендоза кинули, короче. Это было три года назад, то есть сейчас игра, как я понимаю, скакнет почти на три года вперед, когда он уже будет в тюрьме. Я, честно говоря, давненько уже жду, жду этот тюремный уровень, посмотреть, как тут все реализовано. Я тут недавно подумал о том, что в каждом американском фильме, где хоть краешком затрагивается тематика тюрьмы, обязательно проскакивает тема Эбли в жопу, вот так скажем. То есть даже если там вот, помните, в этот, в эффекте бабочки совсем чуть-чуть тюрьмы долбится в задницу. Комедия там, ремейк, ремейк Костолома, помните, этот, Смерть машина с этим, с Эндлером. Эй, нельзя бить, он черный, ты слепой, что ли, сними очки. Ты чуть закон не нарушил, алло. Слышь, что тебе Мендоза, тебе хуйни не скажет, блин, бери приклад. Добрый вечер, детектив. Слышишь, Шелвис, отвернись от меня, я с тобой в одном курятнике не буду. Короче, вот, Смерть машине, и там вот даже обыграли комедийно жаханье промежду булок тюремное. Большой стэн, опять же, про страх чувака быть выпоротым в душе. В гетто была целая серия, где этого Тома сажали в тюрьму, и он боялся за свой пердачок. Короче, такое ощущение, что Америка... Отвернись от меня, я не хочу с тобой разговаривать. Америка, короче, культивирует, как-то рекламирует тюрьму, знаете, как будто тюрьма это такой курорт для заднеприводных, как будто в тюрьму уже, такое ощущение, что в тюрьму садятся, чтобы попороться в задницу с другими мужиками в душе. А мы чё, до тюрьмы не доедем, что ли, дерьмо какое? Видимо, задница Мендоза уцелеет. У Дессела дома. Отлично. Понеслась. Понимаешь, я тут хотел окунуться в атмосферную тюремную романтику. Ну, как бы, я уверен, что самый атмосферный летсплейщик на свете, Блэк Силлер Уфа, забился бы под первый джишканарь, обязательно. Для атмосферности, отыгрывая роль, которую ему бы отвели, обязательно. Хорошо. Ну что ж, приш... Не помню, чтобы я ел хот-дог. Откуда кетчуп на моих ладонях? Ноги, мои ноги, они больше не ходят. Ножички мои. Что, позвоночник или что? А, нет. Я просто... Контужен. Тайсон у башни встретит? Да ну нахер, я лучше в тюрьму. Я не хочу, чтобы вы мне отгрызли уши. Да, чувак. Мехаблэс инглис, твою мать! Башня! Пошел! Мехаблэс инглис, твою мать! Мехаблэс, я ж тоже латинос. А теперь вдох глубокий, руки шире, начинаем бег на месте. Как там в этой песне-то было? Опа, опа, срослась. Ключица. Ну и что? Пусть думают, что мы спортсмены. О, он, трудовые резервы. А Динамо бежит. Смотрите, как ногами вяло двигает главный герой. О, вяжут, вяжут. Было 10 лет, теперь еще 5 за побег. Каким шокером? Не верьте ему, он пиздун. Пошел в жопу, я простывший, а тут холодно на земле. Постелишь покрывало, я вернусь и лягу. Нет, чуваки, нет. Пошли вы в жопу. Как, как перепрыгнуть-то? О, лови какашку. Тамбовский волк тебе собака, понял? Черт замызганный. Не сдамся мусорам. Смерть легавым. Эй. А камушки? А камушки? Это осколки метеорита Челябинского. Они денег стоят. Подбирайте, пацаны. Не с места. Я засек ты вон. Я буду бросаться в вас говном до последнего, но не сдамся в руки легавым. Подозреваемый замечен. Получи камнем по лбу. Не хочешь по-хорошему? На землю. И что делать-то, ёптвою мать? Даже не дергайся. Тут 50 тысяч польс. На, ёптвою. У меня здесь 5 грамм говнеца. Оу. Рейден. Ха-ха-ха. Рейден нокаутировал. Ха-ха-ха-ха. Фаталити. Сука, Пикачу ударил молнией. Ну ничего, ладно. О. И-и-и чекпоинт где? О. Да пошли вы. Даже не дергайся. Только 50 тысяч польс. Я слышал уже. Не пизди. У тебя на батарейках он работает. В батарейках нету 50 тысяч вольт. Получи. Я что-то нихрена не понимаю. Как они здесь? По какому принципу они тут расставлены? Может быть как-то можно их подкрадываться и вырубать? Пошёл в задницу. А куда здесь бежать-то? Тут как-то всё ограничено очень. Но они до последнего не стреляют в шокера. Они долго орать могут стоять, видимо. А, судя по карте, мне не туда. Оп. Паркур. Паркур от бога. Во, видали? О, пустая тачка. Не высовывайся, пока тебя не нашли. Что за херня? Я думаю, можно сесть в тачку и уехать. Это он того вяжут или меня? А меня? Пошли в жопу, мамку делал. Идиотский уровень, честно говоря, хренатень полная. То есть, это, знаете, настолько нелепая погоня, блядь. Она Postal 2 напоминает. Там копы тупые были. Но это 2015 год. И когда против тебя такие железные дровосеки здесь... Просто нелепо себя не ведут. Это неправдоподобно. Лучше бы пули над головой свистели, я не знаю. О, еще вертолет. Просто GTA 5, ёптать, побег прям. Прострелите ему жопу за резиновой пулей. Ни черта нету. У меня был хороший шанс, был угнать машину копов. Что сейчас они хотят от меня, я не знаю. Да, они нашли меня хорошо, я сдаюсь. Я ползу, я ползу. Давай, я на земле, чувак. Ай, блядь, да ты охуел. Я же такой же узкоглазый, как ты, блядь. За что ты так со мной? А-а-а, я желатинос. Вот оно что. Все дело в том, что я почти черный. Блядь, да че ж нелепая говниша. Да пошел ты нахрен с этим вертолетом. Я просто, я просто не понимаю, в какую сторону надо бежать. Какого, какого направления надо придерживаться. Не высовывайся, пока тебя не нашли. Кто дает эти советы? Не высовывайся. А, черт. Мы светим на него, ёптать. Внимание всем, мы сын на него. О, чувак, ты водишь, ты водишь, куда он? Вяжите того, дайте побыть на воле, пять минут. Мне бы только день на воле. О, вот эта дорога. У-ху, паркур. Видать, видать, мне продумали, продумали маршрут побега, прям до мелочей. Нужно как-то отвлечь этих ребят. Пошел нахер. Вот, камушек. Я знаю, как их отвлекать, а не падки на такие сувениры. О, надо, надо оторваться по полной программе, как я понимаю, перед тем, как, перед тем, как сесть, закинемся метом. О, тираннозавр стоит, слушайте, это, это похоже на Мотель из Валау Нью-Вегас. Помните, где снайпер, кто-то снайпера жену убил? Все по плану. Вот динозаврик стоит. А, там, нет, там снайпер в пасти динозавра прячался, прятался. Ну, в принципе, уровень, конечно, был бы куда более проходимый, если бы маршрут бегства был какой-то более очевидный, нежели вот это вот непонятное метание. Ну, то есть, как бы, дорога не видна, чисто случайно наткнулся. А из-за отсутствия внятного пути маршрута пришлось искусственно отупить полицейских. Они, блядь, просто, они настолько непрофессионально здесь работают, что это просто боль в заднице. Лучше бы они продумали маршрут, продумали паркур, чтобы был там на уровне Дайн Лайта, допустим. И сделали агрессивную полицию. Это было бы правдоподобно и прекрасно. А так этот уровень просто какой-то детская наивность. О, мне еще и в рыло дали. Ты можешь дать вопросы? А ты какого хрена тут делаешь? И откуда у Тэпа ключи от моих наручников? Офицер, тебе это должно льстить. К тому же Тэп у меня в долгу за ту ерунду с прослушкой, в которую ты его втянул. Да, он не стал сбегать со мной. Тэп? Сейчас ему нужно попасть в тюрьму. Отличное место, чтобы слить с кокаина. Поверь мне, я знаю. Так, слить с кокаина? Я не имею, в какую херню ты меня втянул. Но если ты думаешь, что я... Тебе тут кое с кем перетереть надо. На, возьми. Ты мне в багажнике кореянку привез? Какого черта? Рекламный щит, видишь? Ну? Не гни светом. Три раза. И быстро. А он сам это сделал. Ух ты. Это тебе и надо. Ни хрена себе. Да у вас как у древних индейцев, блядь. Как вы до такого додумались-то? Нет бы, рацию купили, блядь, нищета. А, здесь же, типа, прослушка просто сумасшедшая, наверное, сейчас идет. Тогда надо было это, дымом от костра посигналить. Это что, фонариком-то? Опа, опять они. Опа, опа. Паркур. Да, детка. Нет бы, дали мотик и мотокросс пришлось бы сделать. Пошел нахуй. Мамку делал. Куда бежать-то? А, все. Сейчас я его обезврежу, значит, когда он придет. Что такое-то? Сейчас камнями вертолет собью. Я слышал, Апач один из Лука сбили там в Ираке. Сейчас я этот... Слушай, сюда иди, да? Он куда-то открылся, мы его не видим. Он перед нами. Следуйте за прожектором. Мы не видим. Даже не дергайся. Тут 50 тысяч больше. Я тебя жду, да? Слушай, понимаешь? Пошел нахуй. Сам дурак, понял? Внимание всем. Мы свиньем на землю выстрелом. Вот осел. Как такого осла в полицию взяли? Я не понимаю. Хули они стесняются пользоваться своим странным шокером? Это же не смертельно. Я найду. Ван Дамм нашел, и я найду. О, боже. Да. Бежим, чувак. Дай мне парабелл, я буду отстреливаться от этих поганых мусоров. Конечно, получилось. Что ты тут делаешь? Да, блядь, киркой золото добываю, чувак. Югодный бизнес, хватай. Наколотим немножко. О, это наша тачка. Чур, я за рулем. Я три года в тюрьме не водил. Дайте поехать. Ах, ты шутишь, мастер. Ах, ты прошмандень, да ты тройной агент. Перевели Тепа, дали ему ключи. Продажные копы, мы знаем, на что давить. Да, ты-то знаешь. Прости. Почему бы мне просто не вырубить тебя? Ну. Я там сдачи. О, да. О, да. А вы стары. Ты знаешь, я три года с неграми в тюрьме боролся. Ты подумай. Меня он разорил. Тебя посадил в тюрягу и ее тоже бортанул. Мы можем доверять только тебе. А ее-то он бортанул после того, как она меня сдала, крыса. Ну, а мне-то от этого что? Поганая. Должен понять, что за содеянный им придется отвечать. Ты ведь всегда был на стороне закона, да? Пошла в жопу шлюха. Значит, мы идем в задницу. Ага. Че? А ты снова запрыгнешь в тюремные шмотки. Неужели такой трудный выбор? Ну, ты посмотри. Теперь... Коп. Честный коп. Будет в кооперативе с продажной копицей и... Копицей и этим... Он вот этим с наглым лицом, как у Тайсона. Экс-боксер, походу. Тем не менее, эпизод 5-то закончен. Что-то он коротенький какой-то. Видимо, я просто про. Не знаю. Минус один. Там кого-то еще минусанули за кадром. Так что, че-нибудь жмите. Че-нибудь там пишите. И все такое. И, по-моему, его любой. Попйols всё. Что это? Как это всё? Продолжение следует...